Во-первых, все мусульманы единогласно понимают, что Куран — это самая последняя книга, небесная книга, небесное писание, посредством которой Аллах поставил печать по отношению к другим книгам, и который стер именно Куран, и пришел с новым законом. И в Куране есть то, что было в тех писаниях, которые были до Курана, и новые законы Всевышнего Аллаха. Куран Аллах не спасал на самое лучшее сердце, аят не спасал, не сразу весь Куран Аллах не спасал на сердце посланника Аллаха, аят за аятом на протяжении 23 лет. Аллах сказал в Куране «Иннаху латанзилу раббил аламин назалабихин руху ламин аля кальбика литекуна минал мудзирин били санин арабиин мубин». «Иннаху» — поистине он, Куран, латанзилу раббил аламин «Ниспосылание от Господа миров». «Назалабихин руху ламин». Аллах выбрал, чтобы не спасать за эту миссию Курана ангела Джабраил, алейхиссалям. «Аля кальбик» — на твое сердце сказал, то есть на сердце Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, «Литеку на меня лимунфирин», дабы ты был из числа увещевателей, били санин арабиин мубин на четком, ясном арабском языке. То есть это такое правило касательно Курана. Четыре вещи здесь Аллах упомянул. Мы это все должны знать с вами. То, что первое — это величие Курана, то, что он от Аллаха, «Иннаху латанзилу раббил алямин». Второе — то, что самого лучшего из пророков, из ангелов выбрал для этой миссии Аллах Субханану Джабраил, алейхиссалям, «Назалабихин руху ламин». Руху ламин, Джабраил, алейхиссалям, «Аля кальбик» — на твое сердце, на самый лучший сердец, на сердце Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, «Ли санин арабиин мубин» — на самом красивом языке, четком, ясном арабском языке. То есть эти четыре вещи касательно Курана.